Доброго времени суток дорогие телезрители в эфире национальной вещательной компании САХА второй выпуск программы про авто 14. В рамках данного нового проекта мы будем обсуждать темы и поднимать вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Власий Сергеев. В последующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Води трезво. В Якутске сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения провели очередные профилактические мероприятия по выявлению пьяных водителей. Новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Какие изменения ждут будущих автолюбителей? Безопасные дороги. Какие улицы столицы будут отремонтированы в 2021 году? Узнаем у эксперта. Повторение. Мать учения. Знания правил дорожного движения в нашей студии проверит илезионист Алексей Гольдеров. В начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий, которые случились на территории нашего региона. За неделю с 18 по 24 марта на дорогах республики зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. 5 автоаварий были зарегистрированы в городе Якутске, 2 в Тампонском улусе и по одному в Алданском и Неренгринском районах. Отметим, что виновником аварии в Алданском районе стал водитель, находившийся за рулем в состоянии опьянения. Всего с начала года на дорогах Якутии произошло 3 ДТП по вине нетрезвых водителей. А за текущую неделю сотрудниками госавтоинспекции были задержаны и отстранены от управления 72 водителя в состоянии опьянения, в том числе 9 севших за руль пьяными повторно. Только за последнюю неделю сотрудниками госавтоинспекции республики выявлено более 3300 различных нарушений правил дорожного движения. За неделю в трех автопроисшествиях были травмированы четверо несовершеннолетних. Все дорожные происшествия, в которых пострадали дети, произошли в столице региона. В одном из случаев ребенок являлся пешеходом. В двух других происшествиях травмы получили дети-пассажиры. Перейдем к самому резонансному происшествию. В Нерингринском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, трое получили различные травмы. 19 марта около 8 часов утра на 374-м километре федеральной автомобильной дороги Лена произошло столкновение двух легковых автомобилей. Предварительно установлено, что женщина 1996 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Тииде, не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Хёндай Крета. В момент аварии в салоне японского кроссовера находились два пассажира, один из которых получил травмы, несовместимую с жизнью. Женщина-водитель с тяжелыми травмами была доставлена в реанимацию. Второй пассажир и водитель Хёндай с различными травмами были госпитализированы в местную больницу. Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы. Госавтоинспекция напоминает, что неправильный выбор скорости движения, а также превышение установленного скоростного режима, являются наиболее частыми причинами совершения дорожных аварий. В начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. Ежегодно по вине нетрезвых водителей случается множество дорожно-транспортных происшествий. В итоге такого халатного отношения страдают не только сами водители, но и другие участники дорожного движения. Для профилактики данного грубого нарушения правил дорожного движения в Якутске был проведен очередной рейд под названием «нетрезвый водитель». В мероприятии принимала участие и наша съемочная группа. Сейчас у нас проводятся плановые оперативно-профилактические мероприятия под названием «нетрезвый водитель». Данное мероприятие у нас проводится в основном в виде рейда, который проводится в определенный промежуток времени. Выставляется несколько нарядов, которые, соответственно, один наряд, допустим, это который выписывает административные штрафы, второй наряд, который останавливает, ну и, соответственно, третий наряд – это уже наряд оперативного действия, так сказать, который останавливает неподчинившихся на требования об остановке сотрудников полиции. Мы находимся на посту Покровского тракта, и вместе с ДПС мы включились в рейд, останавливают те или иные машины, и, конечно же, в первую очередь идет проверка документов, а далее уже осмотр всего остального. В первую очередь, согласно правилам дорожного движения, водитель обязан предоставить свои документы для проверки инспектора ДПС. Ну и во вторую очередь, это, опять же, для составления административных материалов, то есть парасексуальных действий, которые законодательством прописаны. В первую очередь, это водительское удостоверение, также свидетельство о регистрации транспортного средства. Ну и сейчас у нас уже, опять же, требования чуть-чуть поменялись насчет страховки, да, как знаете, то водитель уже может, опять же, предъявить данный вид документа либо в бумажном варианте, так сказать, да, либо в электронном. Этот рейд, конечно же, имеет профилактический характер, но в случае, если хотя бы один нетрезвый водитель выявится, это уже исключает возможность какого-либо дорожно-транспортного происшествия. Хотелось бы обратиться всем участникам дорожного движения, да, не только к водителям, но и, опять же, всем жителям и гостям нашей столицы, да. Если вы, допустим, видите факты управления транспортным средством водителем, который находится в состоянии пьянения, то вы можете проявить свою гражданскую ответственность и позвонить по телефонам дежурной части госпиталь инспекции города Якутска по номерам, которые у нас есть, да, то есть это короткий номер 127, либо 352222, ну и 473569. Итоги нашего рейда оказались более чем положительные. Каждый автомобиль, который авторотрудники ДПС остановили, не выявил ни одного незрезвого водителя, что очень радует. Будьте бдительны на дорогах и всегда контролируйте то, что вас окружает. С 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. О том, какие изменения ждут будущих автолюбителей, смотрите в следующем материале. 20 февраля 2021 года министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Александровичем Колокольцевым подписан приказ номер 80, который утверждает административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Административный регламент вступает у нас в действие с 1 апреля и в основном изменения коснулись практической части экзамена, именно управления непосредственно транспортным средством. По старому регламенту практическая часть экзамена состояла из двух частей, то есть включала в себя проверку первоначальных навыков управления на площадке закрытой и управление кандидатом водителем транспортным средством в условиях дорожного движения. Настоящий регламент, который вступит с 1 апреля, он данные два этапа объединяет в один. Кандидат водителей при выполнении упражнений по новому регламенту должен будет выполнить элементы гараж, заезд на место стоянки по 90 градусов при движении задним ходом, так называемая параллельная парковка и горка. Именно это должно выполняться с целью безопасности дорожного движения на дорогах с малоинтенсивным движением. Поэтому все-таки, я думаю, если у нас по тем или иным причинам не будет получаться это в условиях дорожного движения, ну в городе это все сделать, то будем стараться обезопасить граждан. И вот эти упражнения будем проводить на площадках. Также основным изменением в регламенте сдачи экзаменов является то, что будут отменены маршруты. Должно было быть три маршрута на определенную категорию транспортных средств. То есть кандидат водителей, садясь за руль транспортного средства, ездил как маршрутный автобус. Не включаем определенные улицы, по каким будет двигаться машина, а включаем перечень улиц. И уже экзаменатор в ходе проведения экзаменов будет сам определять, по каким улицам двигаться, в каком направлении, где совершать какие маневры. Процесс получения водительского удостоверения станет быстрее, так как два отдельных экзамена объединены в одну. Но отмена маршрутов предполагает реальное вождение в условиях дорожной среды. А значит, подготовка должна быть действительно серьезной. Будут дисциплинировать автошколы, чтобы автошколы более серьезно подходили к подготовке будущих водителей. Кроме того, более достоверно можно будет изучить навыки самого испытуемого. Подходите к этому мероприятию более осознанно. Больше практикуйтесь и учите правила дорожного движения. Прежде чем сдать на права, вы должны водить автомобиль уверенно. Начало нового сезона строительно-монтажных работ по дорогам в городе Якутске не за горами. О том, какие виды работы у нас будут проходить в 2021 году, нам расскажет заместитель директора по дорожному строительству муниципального казенного учреждения «Главстрой» Афанасий Александров. Афанасий, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, мы знаем то, что с 2019 года наша республика вошла в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Итак, на каком же этапе находится работа по реализации данного проекта? Да, мы по нас проекту БКД работаем уже третий год. В этом году у нас планируется 43 объекта. Вообще по нас проекту БКД цели и задачи такие. То есть до конца 2024 года мы должны 85% дорог привести в нормативное состояние. То есть в индикаторах это получается 205 километров мы должны отремонтировать. В 2021 году мы планируем отремонтировать по реке 49 километров дорог. В 2019 году мы ремонтируем 25, в 2020 – 23. В этом году в два раза больше 49 километров мы должны отремонтировать. По традиции строительная монтажная работа у нас начинается с мая месяца, то есть после майских праздников. Но по каждому объекту у нас индивидуальный график проведет работу. То есть, допустим, есть объекты, переходящие, как Винокрова, Ильницкая, Ленина и Бабушкина. У нас есть архиважный объект, как проспект Ленина. Этот объект у нас будет ремонтироваться на три года, три этапа. То есть мы планируем 2021-2022 год участок от Кулаковского до Лорпа отремонтировать полностью и вести к столетию в Якутский СССР. А 2023 год – это конечные точки от Кулаковского до Красноярова и от Лорпа до Габарова. Архиважный объект, проспект Ленина, мы отметили, что, как я понимаю, строительная работа начнется уже в этом году. Да, в этом году начнутся земляные работы, подготовительная работа и закупка материалов. У нас там мы планируем по проспекту Ленина гранитные бордюры, не цементные, а гранитные. И там будут индивидуальные опоры освещения, там будут индивидуальные пешеходные направления, заборы, ограждения. То есть там это необычный ремонт, то есть это будет гораздо лучше. Ну, я думаю, всех автолюбителей сейчас интересует вопрос, в каком же месяце планируется начать именно земельные строительные работы по проспекту Ленина? По проспекту Ленина, ну, у нас в настоящий момент проект проходит госэкспертизу, то есть мы в апреле должны получить положительные заключения и по нему уже отраговаться конкурс. То есть где-то в середине июня у нас уже будет контракт на строительную монтажную работу. В мае планируется начать ремонтные работы, с каких же вот объектов начнем в этом году? Порядка 20 объектов у нас, это объекты текущей ремонта, это объекты находятся в пригородах. Это Кангаласы, Хатасы, Тулагина, Маган. По этим объектам мы планируем уже с мая, после майских праздников, приступить уже к строительным монтажным работам, к земельным работам. Что касается городских дорог, это у нас Пирогово, Авиационно-Жуковского. То есть у них уже есть разработанный график производства работ, по ним у нас тоже с мая планируется. Я, конечно, не могу не спросить насчет объездных маршрутов. В каком порядке будет вестись работа по составлению этих маршрутов? Да, работа у нас будет вестись согласно схеме организации дорожного движения. То есть мы участок дороги полностью не закрываем. Они будут вестись поэтапно, либо по полосам. Бывают исключительные случаи, когда мы ассортируем полностью от АДА, и тогда мы присматриваем объездные пути. То есть в основном у нас вся проезжая часть закрываться не будет? Нет. Хорошо. А вот хотел бы поинтересоваться, по какому принципу выбираются дороги для проведения ремонтно-монтажных работ? Как составляется очередность? Ну, у нас, получается, весь распоряжение администрации города Якутска, согласно которому до 22 года уже участки определены и объекты. Когда вот определяли эти участки, они руководствуют первоочередным. Это карта убитых дорог. То есть где самые убитые дороги, там мы и включали список. Кроме этого у нас есть диагностик автомобильных дорог, муниципальных дорог. По ним выбирали. И по поступившим обращениям и от граждан. То есть существует специальная платформа, да? Да, из-за этого. И согласно количеству заявок от жителей города Якутска. Ну что ж, есть еще такой вопрос. Пандемия коронавирусной инфекции коснулась абсолютно всей сферы и изменила нашу поседневную жизнь. Как же отразилась пандемия на деятельности вашего учреждения? С какими трудностями столкнулись? И какая работа по исправлению этих трудностей сейчас ведется? Ну пандемия напрямую на нас отразилась, конечно. Ну на нас, как заказчика, она тоже отразилась. Ну мы ни одного дня там на удаленку не уходили. Но она больше всего отразилась на наших подрядчиках. Так как границы были закрыты, работники не успели завести. Спасибо большое нашему строитряду. То есть в основном у наших подрядчиков работали студенты со строитрядов. Они очень сильно нам помогали. Выручили, да, в тяжелый, в трудный момент. Ну и напоследок такой вопрос. Вот как дела обстоят с подрядчиками в 2021 году? Скоро вот мы уже анонсировали, что начнем, возобновим нашу работу. И какова ситуация? Ну, как ранее сказалось, 43 объекта. Из них 11 уже подписаны контракты. По 11 объектам у нас есть подрядчики. 20 объектам мы уже объявили на конкурс. По ним тоже будут участники. То есть будем надеяться, что ни один объект без подрядчика не останется. Ну еще я думаю, вот всех автолюбителей, наших телезрителей, да, интересует следующее. Где можно ознакомиться с планом работ, чтобы как-то рассчитывать свои маршруты по передвижению по городу? Ага, ну, у нас на официальном сайте окружной администрации города Якутска есть сайт Якутска РФ, и там опубликован план ремонта ДСК 2021-2022 года. Туда можно зайти и посмотреть. То есть там все подробно расписано? Там все подробно расписано. Объекты какие, участки какие. Индикатор по ним. Хорошо, дорогие телезрители, возьмите себе на заметку. Есть специальный сайт, специальная вкладка на сайте администрации города Якутска, где вы сможете подробно ознакомиться с планом ремонтных работ. Итак, Афанасий, благодарим вас за то, что нашли время и посетили нашу студию. Мы желаем вам успехов в реализации всех поставленных целей на 2021 год. Ну а мы, дорогие друзья, идем далее. Ну а сейчас мы хотим перейти к нашей традиционной рубрике, в рамках которой известные люди нашей республики будут проверять свои знания правил дорожного движения. По традиции наш тест, экспресс-тест, будет состоять из 10 вопросов. Сегодня свои знания проверит элезионист Алексей Гольдеров. Вопрос номер один. По какой траектории вам разрешается выполнить поворот налево? Только по А, только по Б, по любой из указанных. Ну, когда я вижу эту картинку, сразу ощущается, что надо ехать по А. Но я там вижу уже какие-то дорожные знаки. Ну, не какие-то, но я вижу там дорожные знаки. Но в жизни, когда человек уже едет по одностороннему движению, он сам автоматически перестраивается по траектории Б. Вопрос номер два. Что должно иметь решающее значение при выборе водителем скорости движения в темное время суток? Предельное ограничение скорости, установленное правилами. Максимальная конструктивная скорость, установленная технической характеристикой, используемого транспортного средства и условия видимости. Тут я не могу ни в коем случае сказать по ответу номер два. Я не могу ехать 200 км в час. Я выбираю ответ номер один. Вопрос номер три. Двигаясь в населенном пункте, вы можете продолжить движение. Только в направлении А или Б, в любом направлении из указанных. На данный момент только, скорее всего, я не уверен, только по А, так как автомобиль не перестроен в правую дорожку. Вопрос номер четыре. Вам можно выполнить разворот только по траектории А, по траекториям А или В, по любой траектории из указанных. Ну, я уже житель города Якутска, уже очень много лет. Тут я вижу не свой город. Я вообще всегда волнуюсь, когда езжу на других городах. Но в этой ситуации я бы, наверное, по А и Б или В. Ответ второй. Вопрос номер пять. Обязаны ли вы при повороте направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? Обязаны и не обязаны? Это очень сложный вопрос для меня лично. Но я бы конкретно его пропустил бы. Вопрос номер шесть. Какое расстояние проедет транспортное средство за время, равное среднему времени реакции водителя при скорости движения около 90 км в час? Примерно 15 метров, примерно 25 метров и примерно 35 метров. 90 км в час – это очень быстро. Наверное, 35 метров. Вопрос номер семь. В каких случаях владелец легкового автомобиля может передавать управление этим транспортным средством в своем присутствии другому лицу, имея страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности на бумажном носителе или в виде электронного документа, либо его копии на бумажном носителе? При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством под категорией B1. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории B в обоих перечисленных случаях? Ответ номер три в обоих перечисленных случаях. Вопрос номер восемь. Разрешено ли вам выполнить разворот на мосту по указанной траектории? Разрешено. Разрешено только при видимости дороги не менее 100 метров. Запрещено. Я думаю, на мосту это запрещено. Вопрос номер девять. С какой скоростью вы имеете право продолжить движение в населенном пункте по правой полосе? Не более 40 километров в час, не более 60 километров в час, не менее 40 километров в час и не более 60 километров в час. Ну я бы не рискнул, я бы поехал не более 40 километров в час. Но из-за того, что человек едет медленно, вроде не штрафует. Вопрос номер десять. При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства? Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы? Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного средства с полной нагрузкой на уклоне до 16% включительно. Уменьшен свободный ход педали тормоза? Очень сложный вопрос. Какой-то еще и с подвухом, и ответы такие какие-то длинные сразу. Ехать, не ехать? Я бы вообще не поехал, если у меня неисправная тормозная система. Наверное, скорее всего, второй. Я бы вообще не поехал, если у меня что-то неисправно. Добрый день. Мне было очень интересно наблюдать, как вы решали заданные вам вопросы. И, конечно, у меня есть кое-какие замечания. По первому вопросу, по какой траектории разрешается выполнить поворот налево, мы с вами видим, что дорога у нас с односторонним движением. А перед поворотом налево мы должны занять крайнее левое положение на проезжей части для движения в этом направлении. То есть мы можем проехать только по траектории Б. Интуитивно вы ответили правильно. Во втором вопросе. Что должно иметь решающее значение при выборе водителем скорости движения в темное время суток? Ну, вообще, выбирая скорость движения, водитель должен руководствоваться не только состоянием своего транспортного средства, установленными ограничениями. В темное время суток, в первую очередь, для вас решающее значение должно иметь именно видимость дороги в направлении движения. Если у вас видимость дороги всего 30-40 метров, соответственно, даже если разрешено движение со скоростью 90 км в час, я думаю, что вы двигаться так быстро не будете. Третий вопрос. Двигаясь в населенном пункте, вы можете продолжить движение? Вы ответили верно. Движение можно продолжить только по траектории Б. Спасибо. Так, далее. А это уже не наш город. Не наш город? Я в нашем городе уже интуитивно езжу. Итак, вам можно выполнить разворот. Ответили вы правильно. Дело в том, что на самом пешеходном переходе ни в коем случае разворачиваться нельзя. Пятый вопрос. Обязаны ли вы при повороте направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? Ответили вы верно, но немножко неправильно рассуждали. Дело в том, что если вы двигаетесь в направлении зеленой стрелки, включенной одновременно с красным или желтым сигналом светофора, вы можете двигаться в направлении стрелки, но обязаны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Так, по шестому вопросу. Какое расстояние проедет транспортное средство за время, равное среднему времени реакции водителя при скорости движения около 90 км в час? Здесь у нас чисто арифметический расчет. В часе 60 минут и в минуте 60 секунд. Итого получается, за секунду автомобиль проезжает у нас 25 метров. Я ответил неправильно, дорогие зрители. Я сказал 35 метров. Так, следующий вопрос. В каких случаях владелец легкового автомобиля может передавать управление этим транспортным средством в своем присутствии другому лицу? Категория B – это у нас с вами легковые автомобили, грузовые до 3,5 тонн, автобусы с числом для пассажиров до 8 человек. А вот категория B1 – это трициклы и квадрициклы. Если у человека права только на квадрициклы и трициклы, соответственно, передавать управление автомобилем легковым, вы не имеете права. Я ответил неправильно. Я этого не знал. Трицикл, я первый раз это слово слышу. Это трехколесное транспортное средство. Да, трехколесное. Восьмой вопрос. Разрешено ли выполнить разворот на мосту по указанной траектории? Красавчик. Ответили правильно. Естественно, на мосту разворот запрещен. Девятый вопрос. С какой скоростью вы имеете право продолжить движение в населенном пункте по правой полосе? Здесь у нас с вами во второй полосе установлен знак ограничения минимальной скорости. То есть минимальная скорость во второй полосе должна составлять не меньше 40 км в час. А стрелочка, на которую вы обратили внимание, говорит о том, что действует только конкретно на эту полосу движения данное ограничение. Конкретно на эту полосу. Вы двигаетесь, согласно картинке, в правой полосе. И в этом случае у вас действуют общие ограничения, установленные в Российской Федерации. Для дорог в населенном пункте у вас максимальная скорость движения должна составлять 60 км в час. Можете ехать 30, 20, 50, но не более 60. Но я полуправ. Полуправ, да. Полуправ. Так, и последний вопрос. При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства? Если у нас не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы, это ничего страшного. На тормоза это не влияет. Это просто перегорела лампочка. А свободный ход педали тормоза это вот эти 3-5 мм, которые остаются свободного хода педали до того, как начинает срабатывать тормоз. Они нужны для того, чтобы тормозные колодки не терлись о диск колеса. Я желаю вам, дорогие зрители, чтобы вы в обязательном порядке учли все правила дорожного движения. На этом наша передача подходит к концу. Дорогие телезрители, соблюдайте правила безопасности дорожного движения и берегите себя. До скорых встреч в эфире.